привет друзья привет народ подписчики значит сегодняшняя тема у нас про красного клеща клещей конечно бывает куриных много разновидностей но установлено сразу это красный вещь которая живая два а то и три года без птицы он может жить он будет спячки может даже размножаться но не так активно как с птицей или другими животными но избавиться просто так еще время не избавляет если курятник типа два-три года не держите птицы это не означает что новую птицу запустили вы и все у вас будет хорошо нет он появится опять это болезнь это паразит не победим просто так и всеми средствами которые народные есть он тоже не победим препаратами он тоже мало малоэффективны потому что в нем адаптировался и я чуть-чуть объясню вам почему вот значит у меня для того чтобы профилактически предотвратить начала рекомендую использовать агарта который буду использовать я но по некоторым причинам и отсутствием времени не могу я подготовиться птичники но скоро это я буду делать и будем использовать мы это также страшно причины были это сильные дожди через день так у меня птичники идут из сделаны из теплиц вот и сейчас можно использовать только для суточного не суточных а месячных полторы месячных цыплят но что она как бы не совсем эффективно будет только там пленка у больших кур пленки нет он вот сейчас стало сухо и нет дождей я тоже буду здесь использовать соответственно курятники для общего стада буду использовать этот агростраж плюсов у него много это и подстилка это удалители влаги у него силикатные материалы здесь глина ходит входят еще все значит минеральные составляющие которые входят в этот препарат еще там есть поглотитель влаги типа он влагу превращает как бы в холодец и удерживает ее то есть комки как сказать не дает сыреть и самой подстилки подстилка всегда сухая поэтому он в зимнее время работает и в летнее работает и уничтожает этих именно клещей клопов вшей вот это пух пуха пироеда все на то уровне из того что он из живности как бы съедает и удаляя из нее влагу и живность погибает просто вот и причина вся и это пыль засоряет проникает во все щели как говорится этому паразиту он погибает ему невозможно выжить в этих условиях вот как действует агростраж мне его прислали на тестирование я буду тестировать обязательно его будут тестировать но именно тестирование надо создать те условия для того чтобы именно увидеть его плюсы просто сделать и ничего не понять смысла такого я тестирования не вижу далее если у вас появился клещ или был клещ просто так он не исчезнет значит продолжаем значит у нас есть вот такие вот препараты вот такие вот препараты это все циперметрин он бывает там разных видов разных сочетаниях с другими препаратами но этот препарат если используют там два миллилитра на литр воды птицу можно купать неастомизол там бывает вот для купания птицы вот этой препараты для лужаек то есть садовых магазинах покупаются почему потому что так сказать потому что он дешевле и больших более упаковку 25 процентов циперметрина если так прочитать вы увидите 25 процентов циперметрина состав ну как то так ребята ну как он действует да не действует он никак практически он действует если вот эти вот 100 миллиграмм разбавить на 8 литров воды то есть я использую так 50 миллиграмм на 4 литра воды вот тогда он действует ребята не продолжительное время всего три дня действует вот успел успел он победить клеща то успел победить он не успеет почему потому что клещ как только чувствует он какую-то опасность он или выходит на другую выползает сторону или у ползает к соседу вашему переждет эту ситуацию или тоже падает спячку спячку и ничего его не берет он залазит глубоко в свою щель и впадает спячку все организм как говорится спит не дышит ничего и поразительное средство так она проникнуть туда глубоко не может он переживает это это эту ситуацию плохую и буквально через месяц он вылезет и как будто ничего не бывало понимаете смысл как концентрация спадает он опять просыпается и продолжает свое пагубное дело значит у меня были видеоролики по этим по этому клещу я их удалил потому что действительно они были не совсем познавательные потому что саму схему лечения и борьбы с этим адским клещом я вам не показал значит эти препараты действуют также на блох на шу на пухоеда все эти препараты на всех этих паразитов действуют но клещ он очень живуч и убить просто его так невозможно значит я вам сейчас покажу что мне присылают будем говорить товарищи что творится в хозяйствах у других значит я вам показываю пока на телефоне я попробую уложить фотки вот покусы клеща то есть что улица перестает вести яйцо падает на ноги и режу пока она не умерла вот что обнаруживается на теле и укус вы видите наверно укусы значит дальше посмотрите более сильнее поражена шея вот шея вот я вам увеличиваю чтобы вы видели насколько все это вот шея поражена видите да то есть видите он сожрал просто он сожрал выпил всю кровь его много то есть у человека не было кур давно понимаете и он запустил птицу и вот что с ней происходит буквально через месяц вот такая вот картина птица умирает вот вот что мне присылают но мне присылают опять же что за болезнь болезнь одна это клещ значит как победил клеща я сейчас я вам покажу значит первое другого способа ребята нет способов перепробовано много разных народных все что все что существует много чего я пробовал но некоторые моменты непозволительные для птицы другие слишком очень дорогие то есть вы не думаете что с дешевым методом совсем вы избавитесь но я вам показываю самый дешевый существующий метод как победить клеща время год течение года вы должны сделать 58 обработок минимум на следующий год вы должны сделать две профилактические поработки начало потепление конец потепления и только на третий год у вас не будет леча вот как то так ребята значит смотрите когда птица упала на ноги это кандидат на смерть выжить редко которая выживает процентов 10 выживает всего вот вы не знаете да что у вас и как вы запустили птицу через 3-4 дня птица упала какие общие симптомы симптомы то что птица не взрослая она не будет ночевать курятники потому что клещ курятники она курятник заходить не будет носилла сидеть она не будет пока она не знает что это такое когда она узнает она больше туда не сядет она будет толпиться крутиться на улице это причина того что надо уже сделать какие-то мнения почему птица не сидит ночью причина клещ она это понимает что туда заходить небезопасно что ее закусали она чухается птица то есть открываете крылышки просматриваете постоянно птицу для того чтобы выключать ночью с фонариком ходите по стенкам сидала везде просматриваете все фонариком они ползают хоть и мелкие и крупные бывают но с локоть нет конечно но три спичные головы 2-3 спичные головы бывают поэтому вы глазом его не вооруженным без проблем значит первое мы разводим 1 миллилитра и мерсана на 10 литров воды почему я говорю пока вы будете лечить или уничтожать клеща ваша птица вся или молодняк он погибнет чтобы его не кусала нужно развеститься и версан 1 миллилитра на 10 литров воды и пропоить птицу пропойка идет сутки в течение суток и версан чтобы было в воде чтобы каждая птичка его выпила после этого клещ я не знаю как он правильно действует то есть он укусил и умер или он пытается укусить и отходит то есть вот это средство работает не 14 дней 12 дней ребята на 13 дней ваша птица вся будет укусана ровно 12 дней не верьте никому что он работает там 14 дней или больше что-то пишут его срок 12 дней на 13 дней будет крах вашей птицы если вы не дадите новую дозу до препарат вредны до препарат как бы не сушки он запрещен вообще не сушки любой препарат запрещен то есть яйцо не едите как бы так нет вы не умрете конечно просто не рекомендуется очень так и так дальше после того как вы применили защиту самой птицы чтобы она не погибала вы применяете следующее следующее это вы разводите вот этот вот препарат то есть сыпро сыпро флокса сын 50 миллиграмм на 4 литра воды или 100 миллиграмм на 8 литра воды это 25 это 25 процентов и перметрин покупается он в стадовых магазинах и опрыскиваете курятник крышу курятника стены курятника сидала подстилку то есть пол все прилегающие двери краем все что можно опрыгать и территорию вокруг леща за это время на хотя бы на один-два метра все пролить именно ребята пролить потому что именно это время ему нужно чтобы покидать птичник он будет покидать птичник и поэтому или залазить куда-то глубоко и впадать в спячку раз он чувствует что какая-то опасность понимаете для этого делается концентрация такая высокая для того чтобы пока он одумается чтоб препарат на него подействовал да вы там пол ведра можете там вы вымести этого клеща можете но ребята это не все это только часть и таких обработок надо проводить я вам сказал 58 а то и не хватит бывает 5,8 обработок далее самый действенный препарат это у нас сера сера это у нас я использую сера корма серу кормовую вот славно корме закупаются как бы цена нормальная сразу по многу и или серная шашка ну серных шашек ребята вы не накупитесь хотя можете их применять вопросов нет они помогают все то же самое ну я использую серу то есть поджигаю серу на зарубленных на противнях будет на 13 квадратных метров я зажигал 2 килограмма серы за раз в одном противне килограмма в 2 противне килограмма газовых плит против не зажигается она закрываются все отверстия герметичный птичный должен быть герметичным птицы конечно там не находятся значит все препараты вот эти вот все вот эти препараты используются когда нету птицы птица должна быть на улице. Хотя бы с утра до вечера, хотя бы с утра до вечера, а лучше сутки, дверь птичники открываться не должна. Поэтому это болезнь летняя и это позволительно. То есть сутки, двое, даже лучше, если птица туда не зайдет. Потом проветриваете весь птичник и вы, соответственно, запускаете туда птицу. Все, никаких вопросов нет. Значит, вот таких вот серный ангидрид очень сильно действует на птичьих, на клеща. Очень действует. Единственное средство, которое действует, это именно это средство. Но в совокупности все вместе, версан, циперметрин и серный ангидрид будут действовать очень эффективно. После всех процедур, когда вы увидели, что клеща нет, уже фонариком, смотрите, его практически не осталось. Ребята, он осталось. Он, который спрятался, он от спячки отойдет чуть-чуть, только почувствует, что миновала опасность, он покинет свое место берлоги, как говорится, и тут начнет работать агростраж. Перед этим после всех химикатов обязательно нужно заменить подстилку. Почему? Потому что птица будет клювать подстилку. Я вам из своего опыта говорю. Значит, симптомы, птица будет нажравшись, говорится, наклювавшись вот этого вот препарата, какую-то часть птицы вы потеряете. Да, именно вот от циперметрина. Симптомы будет, птица будет дергать головой, пытаться себя, как будто у нее шея горит, крутить головой, сдрагивание, сдрагивание головой, то есть непроизвольные, как будто пьяная она, типа, ну, сами поймете, что птица дергает головой, пытается чихнуть, вот типа того, что это вот, вот такие вот дергания головой. Это и есть отравление циперметрином. Если оно попала доза большая, то птица погибнет, ребята. Поэтому я рекомендую после всех юникатов подстилочку, концентрацию, это минимальную, я рекомендую, 50 мл на 4 литра воды, можно и 100 налить. Ребята, обязательно одевайте противогазовую маску. Обязательно одевайте средства защиты, обязательно при всех вот этих препаратах одевайте, иначе ночью спать вы не будете, будет тошнота, рвота и все остальные симптомы. Я это все прошел, поэтому я вам рассказываю. После этого всего работает агростраж. Агростраж работает профилактически и во время лечения. Но, ребята, концентрация, от этого зависит концентрация. Когда клещ есть, его применяют больше, тут, конечно, есть саблицы, птица, глубина подстилки, квадратура, все как бы здесь все записано. даже есть, прислали мне для моих условий, что и где и сколько применять, потому что у меня в некоторых местах была влажная часть, в некоторых сухая, поэтому дозу увеличивали, как бы так. но я пока его не применял, я применять его буду обязательно, но показываю вам всю вот эту вот процедуру лечения клеща. То есть вы, у кого он был, наверное, птицы уже не осталось, у кого-то как-то он еще борется, поддерживает, но пока не повторит он эту всю процедуру из вот этих трех препаратов и четвертый агростраж, я его пока не применял, но у меня лузга идет в семечках и подстилка как бы меняется. Вот. Тем самым в такой подстилке ему жить неудобно, а вот на стенах, кирпичной стене, особенно двойной, это вообще для него шикарно. Крышу я уже заменил когда, года три назад, и вот два года я без клеща у меня новые породы птицы появилось, и птицы все время просматриваю, у меня этого нет. Я победил это с клеща. Да, ребята, еще я вам забыл сказать, что по народному методу я разбавлял отработанное масло с автомобилей вместе с соляркой пополам и опрыскивал все, все стены, все стены, абсолютно, крыша, стены, все, что можно опрыскать. я вот этим средством опрыскивал и сидел в том числе опрыскивал курятники и наружу. Значит, на курятник, птичник у меня внутренне 13 метров, у меня ушло 20 литров солярки и 20 литров вот этой вот отработки. 40 литров, 40 литров вот этой смеси у меня ушло на опрыскивание. Возможно, вот это и не дает в дальнейшем развитию. Вот я его победил, несколько ледер вывез вот этого вот, сжег вот этого вот клеща и после того всех процедур у меня сразу же тогда и не было. Наверное, его, может, и не выпускали несколько лет назад. Я не в курсе. Поэтому я не применял, если бы он был тогда, конечно, я бы сразу первое дело это бы сделал. Я обработал все вот этой вот солярой с отработкой. И может быть вот это есть причина, что новый не приходит. Я вот каждый раз жарал аномалии, я просматриваю и у меня как бы этого сейчас нет. Вот как я победил клеща. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь, увидите много чего интересного. На сегодняшнем видеоролике я с вами прощаюсь. Мы встретимся на моем канале, но в других видеороликах. Спасибо за субтитры Алексею! Спасибо за субтитры Алексею! Спасибо за субтитры Алексею!